так девочки начинаем вязание наши кота шапки вязать буду из трех цветов опять же это полоски для того чтобы нам было понятно откуда что куда попадает но прежде чем мы так сейчас подниму как мы получим прежде чем мы начинаем вязать как обычно составляем схему и снимаем не с нашей модели модель метровой ленты как обычно объем головы это стандартное начало 29 беру 30 объем головы 30 и длина изделия длину изделия мерим просто от затылка до лба где-то 18 сантиметров получается учитывая что она складывается пополам длина изделия 18 делим пополам 9 и того объем главы 30 длина изделия 9 получается что мы должны связать вот такой вот прямоугольник 30 на 9 это то что мы будем с вами вязать теперь поскольку эта шапка с ушками мне нужно распределить уши и варианты вязания есть разные но мы с славной выбрали такой сложный вариант мы решили усложнить потому что есть вариант такой не очень расстроила то что один комментарий тебя прям вот расстроил меня на подвиге каждый человек имеет свое видение и каждое мнение надо уважать поэтому действительно если я прислушалась к тому что можно действительно шапки решила что надо посложнее поэтому вы попробуйте связать то что мы вам сейчас покажем так поэтому вот это все делим на 4 части но сразу говорю что делить проще петли чем сантиметры с одной стороны потому что получится там какое неровное количество теперь петель и получается совсем не хорошо поэтому сейчас мы делаем петельную пробу у меня навсегда с собой сейчас быстренько считаем сколько петельную рядов и будем делить нашу шапку так 30 сантиметров это наша голова так у меня 2,5 петли 4,28 ряда на 6 плотности так 30 это петли умножаем на 2,5 75 знаете нам это очень много на 30 это учитывая что шапки вообще вещь такая попробуй надо без свободы облигания делать так но здесь даже 29 меньше не буду делать 17 17 это одна четвертая так 1 2 1 2 3 4 17 петель больше не буду и 9 на 4 28 умножаем нужно 4 28 равно 38 52 округляем до 40 40 рядов вот такие вот у нас часть мы будем вязать каждую часть отдельно вот две из них будут уши изображать и две из них будут изображать шапку поэтому каждую часть мы будем вязать отдельно и сшивать их сшивать будем красивым швом поэтому сейчас быстро быстро делаем расчет каждой части причем если светлана решили разнообразить меню связать эти уши по разному то есть можно связать вы конечно когда будете вязать выбираете тот способ который понравится если шапка на реального ребенка мы даем вам сразу два варианта то есть с одной стороны будет одно ухо с другой стороны другое для того чтобы показать что можно делать и так можно делать и так дайте я слово скажу давай ульяна костянкина добрый вечер знаете попала к вам неожиданным образом я вам конечно желаю удачи во всем но так бессовестно копировать у других людей буквально цитировать вяжите с нами вяжите лучше нас это уже перебор а совесть хотя бы элементарно у вас есть этот лозунг я придумала четыре года назад все что скопировано в интернете и вы увидели после нас это вовсе не значит что мы скопировали это мой лозунг который я придумала как менеджер по рекламе четыре года назад четыре года назад этот лозунг с нами поэтому те кто обвиняют вы пожалуйста изучайте историю и вот это здравствуйте мои дорогие рукодельницы и все я придумала менеджер по рекламе поэтому вы когда пишете вы пожалуйста не ставьте себя в дураткое положение потому что девушки которые сейчас вылезают большом количестве они не особо не заморачиваясь не парится до копируют и потом если вы попали к нам позже них то вот это вылезает поэтому пожалуйста не пишите чтобы не быть опозорен очень очень много я могу показать те рассылки какие были у нас четыре года назад чтобы вы это знали так ну и правда как говорят кому первому попали что-то право так продолжаем нашу шапку поскольку мы каждые будем взять отдельно так и делаю квадратик два из них пойдут прямых 2 пойдут увеличенных вот я себе так помечу 17 петель 40 рядов это у меня 17 на 40 40 учитывая подгиб подгиб я сделаю 5 5 рядов наверно хватит поэтому подгиб 5 и 35 рядов на деталь 17 петель 35 рядов такие две штуки мне с ними понятно и еще две детали таких же 1 пойдет с ушами то есть вот эти вот 35 рядов 17 петель и плюс ухо ухо в идеале ухо должно быть квадратным то есть вот это вот количество сантиметров должно быть и вот тут же здесь у меня пускай будет 29 29 сантиметров пускай будет шапку делим на 4 77 это половина ухо то есть вы здесь должно быть 3 хотя делу ухо по длине кабу 4 сантиметра не буду даже заморачиваться ухо будет длиной 4 сантиметра 35 плюс так это 9 плюс 4 13 13 множить на 428 равно 55 всего 65 рядов это ухо я буду вязать двумя косичками у меня две косы пойдут вот так одна коса и вторая коса и и второе ухо мы свяжем совсем по-другому мы его свяжем поперек то есть у меня получается 13 сантиметров и сколько там 17 делим на 6 и 8 сантиметров здесь перемножая 13 умножить так 6 и 8 это четверть четверть головы только она пойдет уже поперек 6 и 8 умножаем на это ряды на 4 28 29 30 30 рядов и 13 сантиметров мы умножаем на два с половиной равно 32 32 петли вот такой вот у нас расклад детали мы будем вязать остренькие уж не обессуете все равно те же самые полосочки потому что самое сложное здесь конечно сборка сборку мы с вами как свяжем 4 детали 2 вот таких это лицо спинка и 2 таких длинненьких вот эти вот детальки у нас будут выполнять задачу ушек самое главное будет правильно сложить берем машинку и начинаем вязать когда мы с натальей участвовали в возможных выставках то было очень тяжело если машину таскать если кто знает не в а2 она достаточно тяжелая железная машина но за счет своей она за счет своей железности она очень надежная и поэтому она столько лет сохранилась несмотря на то что выпускалась там больше сорока лет назад то есть каком-то 65-м году началась начался выпуск 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 этих машин и все машинки которые сейчас можно купить в том числе и у нас на сайте они все бушные варианты но несмотря на это они все идеально работают почему потому что как говорится ломаться тут нечем только если уж как бы совсем без тормозов вообще так ломать железо как говорится не дам тебе молоточек а то мне сломаешь да вот здесь примерно точно так же это не пластмасса то есть тот кто еще новичок и думает что чем как бы сильнее нажимать належать тем тем машинка будет вязать лучше ну вы видели что все это да 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 что-то она слетает что-то оказалось неподготовленным да ну ладно вот и поэтому вязание машинки Нева в том числе Нева 2 которые сейчас они все существуют в бушном варианте и несмотря на это они вяжут лучше чем очень многие серверы и другие машины потому что у них очень мало пластмассовых вещей кроме того у них есть платинки и те кто впервые видят эту машинку они не понимают как она вяжет почему вы а почему вы грузики не подвешите а почему вы там каким-то странным образом обвиваете мы сейчас не уточняем какая у вас вязальная машина вода мы сейчас занимаемся тем что вяжем о том что есть если вы понимаете что мы делаем А мы сейчас набираем, делаем наборный край, да? Да, мы сейчас наборный край делать не будем. Мы сейчас будем... Пущу сейчас. Мы сейчас будем вязать разные детали. Наборный край. Мы... Сейчас я пытаюсь поставить эту камеру. Которая делает, что хочет. Камера делает то, что хочешь ты. Если она у тебя ходуном, это значит у тебя какое-то желание. Желание, чтобы она встала. Хорошо. Так. Я буду начинать обливом для ускорения процесса. Потому что подгиб, само собой, мы будем делать подгиб обязательно. И сделаем мы его, когда уже будем делать сборку шапки. Потому что если я буду делать подгиб на каждой детали отдельно, это будет нехорошо. Так. Где у меня? Схема отличная. Чего ты еще? Схему? Схему. Вяжем две передние детали. Они у нас пойдут пестренькие. Бело-розовые. Бело-розовые. Начиная с розовые. Самое главное, когда вы делаете парные детали, вы постарайтесь сделать их симметричными. Хотя на самом деле сейчас у нас шапка имеет такую немножко асимметрию будет иметь. Именно за счет того, что у нее будут разные уши. Ну, разные уши мы решили сделать для того, чтобы было все-таки разнообразие возможностей воплощения. Потому что действительно очень много приходит новичков, которые тупо повторяют. Мы хотим все-таки дать возможность выбора. Хотя бы в таком варианте. Это, слушай, ну вот очень нечетно. Может быть все-таки большая. Может всем не нужно так, чтобы оно было. Ну, вот так вот, наверное, получше. И начинаем вязать. Так, я вяжу 35 рядов. Передо мной лежит вот эта схема. И по 4 ряда. Двух цветов. 9 получается полосочек. Вроде как. По 4 ряда. Обязательно завязывайте узелки. Иначе у вас будут расходиться петли. 4. Чем мне нравится эта машинка? Ничего не надо переносить. Она не так все хорошо вяжет. Вот эти все смены цветов в этих машинках очень хорошо идут. Главное, не затягивайте края. Так. 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 девчонки опять глупый вопрос кто-нибудь вяжет с нами два три четыре пять шесть семь восемь последние 9 еще раз повторю что если вы вяжете с нами вы получите запись и довяжите потом свободном режиме это проще чем связать с нуля еще и получите 1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого 36 отлично я буду закрывать петли хотя по технологии когда вы будете делать сборку шапки вы посмотрите что можно было бы оставлять открытыми но поскольку у нас очень мало времени все таки шапка наши простые шапки не так простых поэтому я буду закрывать чтобы ускорить процесс соединение будет просто гораздо быстрее ки если не ловить эти петельки ну можно многими способами если можно зале не там и вязали в тишине и в покое то мы вполне возможно выбрали немножко другую методику но в принципе и так тоже хорошо то есть вязание она же не 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 стационарно что вы только так и никак по-другому это полет фантазии можно так можно наперекосяк и все равно получится примерно один и тот же результат хорошо что мы вяжем на маленьких кукляток потому что если бы на взрослого то конечно бы за час не успевали вложить так это и не нужно эти длинные мастер-классы они я понимаю когда мы вяжем так вторую вторую когда мы вяжем что-то такое серьезно типа шапки да мы должны а вот такие вот вещи они не требуют двух часов трех часов да это слишком даже вот эти три часа которые у меня девчонки сидят на серьезные наши вот эти платные они все равно максимум эти три часа и дальше и так чувствую что тяжко воспринимать два часа это максимальный срок восприятия когда люди еще радостно это делают дальше уже тяжко так вторую абсолютно такую же деталь лада сурай вас просит повторять что вяжем столько-то петель столько-то рядов как бы вот все время повторяю что сейчас мы вяжем вторую часть вторую часть вот это 17 петель 30 но у меня по 4 ряда получается 36 рядов потому что симметрично я делаю по 4 рядочка получается 36 рядов 9 полосок девочки спрашиваю почему когда ты одна выступаешь то звук плохой а вот когда есть со мной то как диктор у меня такое ощущение что у меня звуковая карта с компьютером это я предположила да потому что мы уже перепробовали разные и наушники проверяли и камеры проверяли очень все проверяли будем выяснять дальше потому что наталья вещает сейчас от меня а утренние вебинары она проводит да скорее всего у меня именно по видимо что то с компьютер так что выясним светлана Ну что, теперь все наладится. Так. Сверим. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Последняя девять. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Дольше будем возиться. В принципе, я думаю, что вы будете дома, когда вязать. Но все как обычно в течение недели вы это вяжете. У вас и фантазия заработает. Я бы предложила более мелкие полосочки. Но на самом деле посмотрим, что получится. На самом деле мы в таком, вот с такой полосочкой еще не вязали. Тоже не знаем. То есть мы, конечно, тренируемся, но не до такой степени, чтобы все провязывать, вот прям вот тренироваться досконально. Мы тоже вместе с вами экспериментируем. И не всегда знаем, что получится в итоге. Потому что мы связали образец один. Решили, что свяжем по-другому. Потому что нам показалось, что идея может быть немножко лучше, если связать так. На самом деле мы простенький вариант вам покажем, я так думаю, в конце. Этот тренировочный. Мы вам все покажем. Нам ничего не жалко. Но в конце. Для того, чтобы сохранить интригу. Да. Потому что каташапки, катаушки – очень популярная вещь. И одно время, когда Наталья все-таки еще вязала на заказ, то каташапка и каташап у нас были любимым предметом, который мы как раз заказывали в очень разных цветах. Я никогда не могла понять, как это розовый с фиолетовым, там еще что-то с синим заказывали. Но, оказывается, очень хорошо смотрится. Так, первое ухо начинаем вязать, убираем нитки. Первое ухо мы решили сделать серым. Просто серым. Оно будет идти между вот этими цветными вставками, серое ухо. Но мы его с вами свяжем косами. Те же 17 петель делаем то же самое. Так, девушки, никто, значит, не вяжет. Наталья вопрос в пространство запустила, но никто не ответил. Никто 10 баллов не хочет. Либо все вяжут, не могут отвлечься. Либо стесняются. Никто не вяжет. Только всякие каверные вопросы бросают. Что делать? Без каверных вопросов как жить? Так, для того, чтобы не запутаться, будем делать пересадки. Ну, что раз через 10 рядов, наверное, слишком. Частые косы, они тоже непонятны. Так, провязываю два ряда. И сейчас будем компоновать наши косы. Косы делаются с... В принципе, можно будет либо распускать петлю, либо делать петельную дорожку. Поэтому выбираем тот способ, который нам больше нравится. Так, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Косы будем делать 2 на 2. Это самый безобидный вариант, который доступен даже без этих петельных дорожек. Поэтому, смотрите, учитывая, что косы дают стяжку, мы можем отпустить петли. Ой, девочки, вяжут. Юля вяжет, Лада вяжет. Молодцы, молодцы. Отпускаем петли. Но не просто их спускаем, а пересаживаем на соседние. Так, и будем с вами тогда... 1, 2, 3, 4... Провязывать дорожки. Не провязывать, а... А что делать? Петлю оставим в заднем положении, она будет нам давать... Дает дорожку. Дает дорожку, да. Я вот, девочки, заговариваться немножко начну. После этой недели у меня словарное запасло, у меня куда-то иссякает. Так, я не взяла. Сейчас бутерем. Зато я отдохнула. Я теперь за всех вас могу работать и думать. Да. Светлана, какие-то безумные квадраты в планах, которые мне предстоит связать с вами. Нет, я вас пока не буду сейчас даже загружать, пока вы не отойдете от отдыха. Пока я отдыхала. Так, и начинаем раз в 10 рядов делать пересадку. Либо раз в 5 рядов, для того, чтобы была поплотнее немножко косичка. Давай раз в 5. Ну, как тебе удобнее, чтобы уложиться. У нас просто час остался, чтобы нам сушать. 3, 4, 5. Ну, на самом деле, пересадки дела. Простое и быстрое. Пересадки. И уши сделаем, и пересадки сделаем. Пересадки всего лишь меняем местами по 2 петли. Самые простые косы. Без изысков. Конечно, можно делать косы, если вы будете вязать большую шапку, то можно делать косы и 3 на 3, и 10 на 10. Да? Да. Это официальная технология. Поэтому это сейчас как бы не до этого. Да. У нас сейчас мы вяжем игрушку. Томара пишет, а я вот не вяжу. После посещения стоматолога я в состоянии только смотреть. А вы конспектируете. Стоматологи, да, это коварное существо, но без них никак. Лада связала один прямоугольник. Это тоже хорошо. Вяжите второй, потом одно ухо, а второе ухо будете уже довязывать после мероприятия. Мы косы будем вязать только на одной мухе. На одной мухе, да. Для того, чтобы показать, что так можно делать. Так, ну, я решила полениться и делать косы раз в 10 рядов. В принципе, моя задача показать вам принцип, именно как схему и что из этого может получиться. В принципе, да, я видела где-то шапки вот с такими вот отделками ушастыми. Очень красиво. Сейчас попробуем. С ушастыми отделками ты имеешь в виду и скосы? Ну, там не уши. Там, конечно, не уши. Там сложная шапка была, но там вот такие же боковые были отделки. Очень интересные. И на них были косы. Тоже очень. Нет, ну, косы, это как бы условно. На самом деле, можно, чтобы показать, что можно сделать горизонтальную отделку, а можно сделать вертикальную. Можно эту же полоску будет связать и в другом формате. Можно и в аризонте. Можно и так, и сяк, и все будет красиво. Ну, вторую мы будем вязать в другом направлении, специально, чтобы показать. И что мы вяжем в том же направлении, но только для того, чтобы не делать смену цвета, потому что вот такая смена цвета очень тяжело дается даже на таких вот машинках. Проще соединить красиво. А почему сложнее? Завязывание узлов растягивается по-другому. Ну, завязывание узлов, это бесконечная пересадка. То есть интарсия, вот эта машинка может вязать интарсию, но все равно это, не скажу, что самое приятное занятие пересадки эти все. Гораздо проще сделать детали разного, раздельно вот так вот, и красиво их сшить, потому что соединение деталей это тоже целое искусство, и при красивом, качественном исполнении получается очень-очень даже интересно, даже симпатичнее, чем если бы вы делали эту интарсию, и у вас расходили бы все эти петельные столбики при смене цвета. При сшивании ничего никуда не расходится, и получается вот так очень более качественный вид у изделия. Так, получается 5, 15, 25, 35, 45, делаю пересадку и еще 5 рядочков. Ну, на самом деле, если вам не очень понятно было, как мы разбивали эту шапку и почему так, когда мы ее сейчас вяжем, вы посмотрите, что это получается, вы сами поймете и без объяснений, почему именно так и почему на 4 части и почему вот так вот это все сделано. Почему так, а почему не так? Почему не так. Так, провязали. Смотрю, что у меня уши размера достаточного. Вот они. Тут вот ухо пойдет. И, в общем-то, могу. Вот они, косички. Видите, все очень хорошо. Могу закрывать. На счетах. Чтобы были не дырки. Сейчас делаем полноценные петли и их закроем. Вот. Вот. Ухо. Вот. Девочки, молодцы. Они не только вяжут, они еще нам на всякие орфографические ошибки указывают и всякие ошибки лексические. Ну, то есть, как бы, если не вяжут, то хотя бы это побеседуют. Спасибо вам за то, что вы ведете светскую беседу. Но хотелось бы все-таки, чтобы не отвлекали, не мешали. Ошибки-то чьи? Мои, чьи? Мои, да. А кто? Все знают, что у меня проблемы с этим. Зато у меня полно других достоинств. Поэтому не надо мне указывать на то, что я без вас знаю. Ну, ладно, ладно, что-то не вали. Нет, просто этим занимаются те, кому нечем заняться. Другим. На самом деле, да, у каждого свои особенности. Что делать? Зато мы физики. Да, зато мы физики. Зато я вижу квадраты, а вы квадраты не видите. Тридцать две петли. Так, сейчас мы вяжем поперечную четвертую часть уха, который у меня будет поперек. Я его решила тоже делать полосатым, но другим цветом. И оно будет идти поперек к основной шапке. То есть оно будет идти полосатый вверх. Получается 20 плюс еще 12. Ну, вот Олеся, например, пишет, что она первый раз и не подготовилась к компу и машину в разных комнатах. Ну, ничего, вы получите запись, и там сможете как-то сориентироваться. На самом деле, очень важно те, кто пришли первый раз, понять, насколько вам это интересно. Потому что, еще раз скажу, что мы вяжем, это не урок мастер-группы, это именно мероприятие, направленное на то, чтобы показать, что вязание – это просто. И даже из вязания квадратов может родиться совершенно необычное изделие. И вот мы уже с апреля вяжем, то есть каждую неделю у нас посиделки, и каждый раз что-то появляется новенькое. Да, по-моему, не пропустили ни одной недели. Ну, наверное, не пропустили. Пока тебя не было, мы не вязали, а шили. Ну, все равно. Тоже понавязанным. Мы 2 единицы делали. Делали квадратовым. Так, мы вяжем 32 петли, и наша задача – провязать 30 рядов. Так, 30 рядов. Мы здесь насчитали. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Значит, 20, еще 10. 20 всего. А ты говорила, ты сказала всего 20. 30? 30. 30 рядов, да. Слушай, может, так подойдите? 6 на… Сейчас я пересчитаю. У меня 6 сантиметров. О, да, 6 умножить на 4. И 2. 25. Так, где мне петельные проводки? На таком есть таки 4,28. Так, ну да, 30 сантиметров. 6 и с хвостиком, там, 8 умножаем на 4,28 равно 29. Да, 30 рядов. Значит, по серой по 10 рядов, там, в широком. Ну, по 10, да. И дальше по красненькому, по 2 рядочка. На самом деле, лучше все-таки провязывать, даже если шапки не очень нравятся. Это все равно технология. Мы, по-моему, не повторяемся ни в одном изделии. Ты каждый раз хвастаешься, а мы не повторяемся. А я хвастаюсь. А чего повторяться-то? А я хвастаюсь, на самом деле. А миллионы, эти идеи миллионы. На самом деле, они вот как бы миллионы. Чего повторяться-то? Я действительно хвастаюсь, потому что в основном повторяются. Одно и то же вяжут, вяжут и на том и живут. А мы вяжем квадраты. Мы вяжем квадраты. Это наше повторение. Так. Опять, где ваш щечек-узор? Наверное, в лес погребен. Мне надо вапороны этот поставить, чтобы приготовить, чтобы они были. Где наш щечек? Где наш щечек? А Юля пишет, хвастаюсь, мне муж моталку купил. Так что я его теперь до мастер-группы доведу. Без моталки нам никуда. Кому-то моталку, кому-то один манекен, другой манекен. Там уж хошь-не хошь, до конца доведешься. А вот Татьяна пишет, что не успеваю за вами. Связала одну переднюю часть и одно ухо с одной косой. Главная идея, понятие. Вы супер. Спасибо большое. Спасибо, девочки. Спасибо. Так, мне нужно 30 рядов. А Ольга пишет, что у нее сегодня часто зависает. Так что только смотрит. Ну, посмотрите в записи. Я же говорю, что мы не претендуем на то, чтобы вы прям вот говорили, что вам все так нравится и что вы все это будете изучать. Нет, на самом деле любые... Так, мы детали довязали. И теперь мы будем их собирать. Это самое интересное. А может быть, ее сшить надо прямо сейчас? Или ты не хочешь прямо надеть и сшить? Или она по другому? Ну, я хотела с внешней стороны лучше сшить сейчас. Давай сошьем сейчас. Это правильная идея. Остальное закроем. Там, Светлана мне дает правильные мысли. Одну из них мы сейчас сошьем. Потому что часть мы... Видите, мы сделаем шапку со всех сторон разноплановую, потому что часть мы сошьем с внешней стороны, часть с внутренней. А тут я буду фотографировать вообще будет... Со всех сторон. Хорошо, ладно. Так, мы берем деталь и смотрим. Деталь у меня 9 сантиметров. Должно быть в высоком случае. 9 сантиметров. Это ряды. Мне нужно эти 9 сантиметров разложить в петли. Если я просто так, вот как придется, надену на машинку, у меня будет либо растянута, либо стянута. Поэтому беру 9 сантиметров, умножаю на 2,5 петли, получаю 22 петли. И теперь вот эту деталь 9 сантиметров я должна надеть на 22 петли. Вот тогда она у меня идеально ляжет, когда при стяжке. То есть, когда я сниму машину с машинки. У нас шов будет по лицу. Этот шов будет по изнанке. Так, по лицу. Ну что, закрываем тогда. Не люблю я швы по лицу, честно говоря. Ну все, давай тогда закрывай, тогда не будем. Все, короче, вы можете сделать... Закрываем. Или я покажу сейчас красивый шов. Давайте покажу на этой вот стороне красивый шов. Так, где он там? Надеваем. Все равно собиралась. Ты же собиралась одну сторону по лицу. Одну сторону по лицу. Вот я ее и соединю. Как она у тебя по лицу? Подожди. Ты изнанку на лицо надеваешь? Ну куда ты надеваешь-то? Наоборот. Да, да, да. Простите, простите. Видите, вот. Вот так вот. Вывели меня из себя. Чем тебя вывели из себя? Укатали, сипку, горки. И отдыхать надо все. Отдыхать и дыхать. Поеду спать на дачу. Я с тобой поеду. Не буду давать тебе спать. Я пойду с грибами. Мне в лесу очень хорошо думается и посещает гениальные места. У меня ребенок мечтает пойти с тобой, чтобы ты ему показала, где ты видела белые грузди. Да твой ребенок, когда его спрашиваешь, покажи хоть какое место, он говорит, что ни за что. А со мной, значит, это за белыми груздями. Я еще черные знаю, где грузди. Нет, черные мне не надо. Он так корзинками носит. Вот в школу не добудешься, за грибами в 5 часов встать не стоит. Но это у нас запросто. Так. Закрываю вот эту часть просто, поскольку она сама по себе. Ушо. Это ушо. Ухо. Не рассказывай, что это. Секрет. Ага. Секретная информация. То есть все равно сейчас все... Будем хранить до самого конца. Где у нас... С какой стороны ухо? У них снизу же. Ладно, мы не так злые. Мы не так злые. Я белая и пушистая. А я вот еще и загорелая. Я вернулась из отпуска в Чешской республике. Вот как сейчас она называется Чехия. Давай, закрывай. Делаем здесь косичку по лицу. То есть я добавляю косу. Я утолщаю шов еще больше. Елена пишет. Мы любим доброжелательную критику. Это первое. Молодец, Светлана. Это как золотые руки, не с того места. Золотые руки, не с того места. Это шедевр просто. Нет, золотые руки. И неважно... Главное, что руки золотые. И неважно, из какого места они растут. Вот как это звучало. Да. Сначала это просто... Так, мы пока заговорились, а ты какой-то интересный шов. Так я и рассказываю, что я делаю набор косичкой. То есть я по внешнему краю сделаю набор косичкой. И начинаю закрывать петли вместе с этим набором. То есть я... Да, получается у меня очень толстый слой. Друзья, конспектируйте. Потому что такого Наталья не показывала. И всего лишь вот закрывать. По идее, можно было бы сделать этот набор косичкой перед вязанием. А как ты его могла перед, если ты прорезала? Ну, отодвинуть. Отодвинуть вязание на иглах. И с той стороны сделать. А можно было с двух сторон сделать? Можно было сделать с двух сторон. Можно было вообще поменять цвет. Вот этот шов, он очень интересен. Очень красиво будет. Именно тем, что он утолщает вязание. И в то же время вот он такой непонятный. А вот мы с тобой, когда вязали коврик, как это, половичок. Вот мы с тобой применяли тоже шов специальный для утолщения. Внешний, да. Внешний, да. Потому что можно было, конечно, обшить иголкой. Но мы как это, люди ленивые, решили, что... Нет, ну на самом деле у нас принципиальная позиция, что мы все делаем на машинке. Потому что наша задача показать возможность именно машины. То есть мы не кидаемся во все рукоделия, какие только могут быть. Может, исключение было шитье, потому что ты не вяжешь, когда меня не было. А так у нас... Нет, я еще могла повалять чего-нибудь. Но я решила, что это уже как бы перегиб, да? У нас сайт по вязанию. Мы занимаемся этим много лет именно обучением девчонок. Поэтому мы решили не уходить в сторону и делать именно... Выбрали направление, туда и идем. Не расходиться в разные места. Ничего хорошего из этого не получается. Так. Собственно, две детали мы сшили. Получается вот такая вот коса. То есть как бы с одной стороны... Ну вот жалко, что с той стороны нет этой косы. Но зато видишь, с этой стороны у меня цветное вязание, а с этой стороны у меня косичка. То есть это пересечение какое-то получается. Тоже очень интересный эффект. Вот такой. За счет того, что у меня пересечение деталей происходит. Да, получилось очень интересно, потому что с одной стороны полосатая, как бы четко виден одна фактура, а с другой стороны серая. Да, и получается, не пойми что. Вот такое вот соединение. Так, теперь соединяем остальные детали, но уже... Давай попроще соединяем. Стандартным вариантом я уже так. Так, на те же 22... 22, да. Только уже лицом внутрь мы надеваем... Так, а у меня там было... Сколько? 32, 32. Это делается для того, чтобы натянуть ровно на ухо. Ну вот, с одной стороны, конечно, хорошо показывать разные технологии на одном изделии, но с другой стороны... Разномастится такая. Да, да, разномастится будет такая. Поэтому относитесь к этому тоже с понятием, потому что мы все-таки вяжем не изделие, а мы показываем... Чего можно изделие, да. Да, вот приемы, которые можно применить на этом изделии. А вы выбирайте ту технологию, которая вам будет более близка к сердцу. И тот вид, да. Потому что, действительно, когда повторяют одно и то же, повторяют за нами, я понимаю, что креатив еще не проснулся. Поэтому, возможно, если вам показать несколько вариантов, то вы чего-нибудь начнете, все-таки он запустится и полетит уже сам. Потому что без этого придумывать какие-то изделия очень тяжело. Вы так и будете по интернету ходить в поисках схемок, выкроек и всего остального. Все-таки хотелось бы, чтобы не было вот этого ограничения, равнения на кого-то. Все-таки это такой вид отмышлений, который приносит огромное удовольствие и, опять же, экономию в семейный бюджет. Так. Вот, вроде бы, вот так. Да. Вот, Лада, которая отстает, она говорит, а я закрываю прямоугольник с косичками. Так что догоняет еще. Давайте. Молодец. Вот она пишет, что она не успевает за нами, она останавливает видео, доделывает до конца и смотрит дальше. Тоже очень хороший вариант. Ну, единственное, что как только мастер-класс закончится, ты волосами закрываешься, как только мастер-класс закончится, то это видео будет закрыто и получить его можно будет только если вы нам напишите, попросите. Ну, раз человек вяжет, значит, туда делается. Конечно, значит, попросит. Мы обязательно вам пришлем. Мы пришлем всем, кто попросит. И вне зависимости от того, пришлете вы нам свою шапочку или нет. Но если вы второй раз попросите, не прислав, то вот тогда вот уже, конечно, будет сложнее. Потому что я веду черный список, куда записываю всех, кто у меня попросил. И этот список не приславших отчеты, он постепенно растет. Поэтому иногда присылают через три месяца должок. Говорят, должок. Я очень благодарна, что все-таки нашли время и связали. Нет, ну мало ли, у всех разные обстоятельства. Потому что... Тогда хотелось, а выяснилось, что никак. Потому что все-таки мы тратим достаточно много времени для того, чтобы это придумать. Придумать, чтобы это было все-таки интересно. Не вязать какие-то простые шапочки, а именно чтобы это было как урок креатива. Потому что креативу, к сожалению, мало кто учит. То есть если и учат, то это как бы на каких-то других примерах. То есть на вязании я такого не встречала. Кстати, у нас сегодня опять в ВКонтакте я выложила пост прикольный. Опять тоже с подиумом какие-то мужчины в розовых рванных сетках ходят. В розовых. И с розовыми то ли леопардами, то ли в общем кем-то там. Я вот просто представляю себе, что наши мужчины вот такие вот розовые. Да, ну вот это вот я поняла, что неправильно одеваю своего мужа. Да, это неправильно. Я правила на работу неправильной одежде. Неправильно, да, без розовой юбки. Да. Вот, поэтому креатив должен быть. Может быть, мужу как раз вот такого и нужно будет. Ну, я не знаю, вот не всякий муж. Не всякий муж в розовой юбке и зеленом притарном пиджаке согласен. Да, и в колготках пойти на работу. Это все-таки... Ну, показать нужно. Как бы тенденцию моды нужно показать. Вот, кстати, я ездила и одним из моментов отдыха было болтание по всевозможным магазинам, по распродажам. Потому как летняя сейчас закрывается в сезон и распродажа летних вещей. И кроме распродажи есть еще и как бы уже новые коллекции. Так вот, если кто не обратил внимания... И привязываем последнюю. С одной стороны, потому что сейчас будем делать подгиб. А кому не заделали? Вот, что оказывается, что сейчас в моде очень модный пончо. С вырезом, с этим, с уголком посередине или прямоугольный как бы по плечам. Вот именно в виде... Как бы есть пончо традиционный мексиканский, когда у них этот уголок посередине. А есть пончик, когда в виде квадрата и квадраты эти падают на рукава. То есть вот в таком варианте даже их иногда зашивают. И они вот в виде именно рукавов таких. Так вот, я видела эти изделия, которые из кашемира связаны. Стоят каких-то вообще просто безумных денег. Там 5 тысяч крон. То есть если он умножит на рубли, то это примерно там 7,5-10 тысяч рублей. Если на наши деньги вот это бы стоило. А еще я видела скромненькое кашемировое пальто, которое было на двух цепях приковано к стойке. Двумя цепями через рукава просунута. Но оно очень хотелось 37 тысяч крон. 37 тысяч крон, значит умножаем на 2,5. И поэтому вот такая стоимость этого пальто. Но пальто было очень необычное. Оно было связано, основа была связана из кашемира. А поверху были пришиты тоненькие пластиночки меха. Я не стала разбираться, какой мех фотографировать. Там тоже было не очень удобно. Но само по себе вот эта идея мне очень понравилась. И пришито было как-то так очень аккуратно, не на машинке. То есть на обратной стороне было ничего не видно. Таких вот этих строчек, таких вот жестких. То есть мягонькое-мягонькое легонькое пальто. Там примерно через 3 сантиметра вот нашиты вот эти пластинки из меха. Очень оригинально смотрелось. Но стоило, вот я говорю, стоило хорошо. И двумя цепями было приковано. Вот я такого никогда не видела. Никогда не видела. Стойка не заметила. Была ли прикована стойка? Наши люди могли бы прикована. Это было еще и на электронной сигнализации. То есть вот как бы я впервые такое видела. Но при этом его можно потрогать. Потрогать можно. В принципе, можно попросить и померить его было. Но вот самое интересное, я говорю, что очень-очень много было изделий, связанных на основе прямоугольника. Вот палантины всякие с рукавами, с горловинами. То есть квадраты все-таки мы с тобой в тему попали. Квадраты очень сейчас популярны. Поэтому, наверное, кто-то смотрит тоже квадратный красовый и применяет у себя там наверху в той моде, в высокой моде. В высокой моде, да. Тут конспектируют сидят. Я думаю, что они не вяжут? Так они же конспектируют. А потом на высокой моде, по подиуму в этих квадратах ходят. Так, прибавляем. Прибавляем, господи, и довязываем. Так, пора в отпуск. Не-не-не, не уходи, не справитесь. Сшиваем с одной стороны детальку. Сейчас будем делать подгиб. Потому что, если мы сейчас подгиб не сделаем, то нам будет его тяжело пришивать. Но все-таки должны облегчить всю работу, а не усложнять ее всячески. Валентина Кашетина пишет. А я думала, что заколебала своими неординарными решениями. У Валентина всегда действительно необычные всякие шапочки. И орегами были, и все у него очень необычно. Включился креатив. Мы очень рады, что необычные. А почему заколебал-то? Наоборот. Мы рады, что человек начал фантазировать, что не просто повторяет, а понял принцип нашего обучения, что это то, что мы даем, это не полосатые шапки, это схемы. Да. Самое главное – понять именно принцип сборки. Потому что квадратик-то связать все смогут, а вот собрать так, чтобы это все было непонятно как. Вот это уже фокус. Так, это я сейчас закрываю. Не закрепила вязание, поэтому оно пытается слететь. Я его держу пальцами. А что закрепить нельзя? Ну, лениво мне под платье не запихивать. Чему ты учишь своих учениц? Лениво. Ну да, я знаю, что я ленивая и всегда об этом рассказываю. Поэтому все делаю с первого раза. Быстро и с первого раза. Это главный принцип для нее. Ленивого человека, да. Ленивого человека, да. Не переделывать. Мне хочется сделать сразу и больше об этом не думать. Главное так. Все. Мы сделали соединение четырех. Так. Ужас. Какой-то ужас. Какой-то ужас. Ты уверена, что это шапка? Это шапка с ушами. Так, теперь наша задача связать подгиб. Подгиб у нас будем делать чуть-чуть поуже. 28 сантиметров. 28 на 2,5 умножаем. Это петельная проба равно 70. Быстро-быстро набираем 70 петель и вяжем небольшой такой подгиб. Потому что шапку-то надо оформлять. Есть еще половина. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, вот. Можно было бы не оформлять, если бы мы вязали поперечным вязанием, как бы вот полосочками вдоль головы, да? Да, если бы мы... Нет, ну вот тот пробник, который я вязала, он же без... Да. Целиковый идет. Ну, мы еще раз говорим, что вариантов исполнения обработки того же изделия может быть много. То есть ушки – это ушки, а узорчики и все остальное вы придумываете с водой. Именно поэтому мы вам показываем и одно, а рассказываем, что можно связать еще по-другому. Чтобы вы все-таки, когда вы начнете это все воплощать на себя, вы понимали, что это не единственный вариант, который можно сделать. Даже если у шапки ушки, то и связать ее можно очень по-разному. И мы вам показываем специально в таком многоцветном варианте, чтобы вы поняли, что в цвете она выглядит одним способом, а в анатонном варианте она будет по-другому. Обычно цветное не могут представить, поэтому мы в цвете. Кстати, если вязать отрезные ушки, вот нормальные, как обычно вяжут, у нас на сайте же есть детская кота-шапка с отрезными ушками. Связанными тоже очень интересно. Двойными ушками. Ушки двойные, ушки такие толстенькие, причем передняя часть меньше, чем задняя. Получаются ушки такие, как они немножко загибаются, да, внутрь, беленькие ушки изнутри. Цветы шапки, ушки снаружи. И самое интересное в этих ушках, что внутри шапки их не видно, хотя они вшивные, вставные. Если интересуетесь, ходите, посмотрите у нас там на сайте, как это выглядит. Так, вяжем... Ну, сейчас мы вяжем ленивые ушки. Есть рядовый. Так, я молчу и вяжу подгиб. Подгиб тоже будет ленивый. Подгиб у меня будет 10 рядов. Сложим пополам 5 рядочков с одной стороны. Так, надеваю его на треногу. У меня тренога решила, что мне скучно. Так, надеваю. Подгиб я связала только такой, чтобы можно было до петель достать. Минимальный подгиб такой, чтобы мы могли, не свернув вязание, надеть его на иголке. У машин с нитеводом, он может быть совсем маленький за счет того, что вязание ничего не держит, хоть руликом. Но там свои сложности, потому что все это начинает слетать с иголок и приходится его держать. Здесь машина держит вязание, поэтому на вот это вот расстояние, которое она держит, минимальный подгиб 8-10 рядов у нас происходит. Можно было бы и руликом сделать, на самом деле, но уже не буду. Без разницы. Не, ну можно все, что угодно. Все, что угодно. Мы столько руликов вязали, что девчонки, которые с нами вязали все эти шапочки, которые у нас уже были на посиделках, уже, наверное... На самом деле, если вы открываете интернет-магазин... Кстати, ко мне обратилась одна из читателей, даже не знаю, как это назвать. Но ко мне регулярно обращаются с просьбой помочь связать какие-то изделия. Вот владелица интернет-магазина хочет, чтобы ей вязали детские боди и там какие-то детские эти комбинезончики. И если вы вяжете одну какую-то определенную вещь, то вам, в принципе, может быть и не нужно вот это все многообразие знать. Но если вы вяжете для своей семьи, то, наверное, не сильно интересно будет, если все будут ходить в шапках с подгибом или в шапках с рубликом. То есть нужно иметь какие-то разные варианты. Поэтому мы показываем простенькие вариантики. А если нужно еще посложнее, то тут уже надо все-таки эти технологии изучать. Но за час, за два часа и рассказать, и показать, мы же не просто вяжем, а еще и рассказываем, причем достаточно быстро, то нам не хочется, чтобы вы сидели у нас сутками. Мы хотим, чтобы вы получали идею какую-то и побежали ее уже воплощать. И опять же включали свой креатив. Поэтому мы вам показываем, что попроще. Те, кто нацелен действительно учиться, это милости просим нашу мастер-курку. Сейчас запустился вводный курс, который всего прошло два урока. Сегодня второй урок прошел. Ну и те, кто достаточно уверенно владеет одной фантурой, для вас мы начали уроки на второй фантуре. И наше отличие от... Так, надеваю нижней стороной. Сейчас, минутку. Вот уши внизу остаются, вот эти вот увеличенные части. Надеваю на закрытый подгиб. Вот это вот моя часть. Остальных в том, что мы все-таки не ставим задачу вязать готовые изделия прямо здесь и сейчас. Потому что очень много технологий, которые... Ну вот как бы их так много, что если вязать готовыми изделиями, то весь дом будет завален изделиями. Так как мы на продажу не вяжем, а сами тоже столько не нужно нам, то мы вяжем... То есть мы обучаем именно, показывая вот эти технологии применительно... Ну как бы сначала какие-то технологии, а потом вы можете применить их на готовом изделии. То есть мы проходим там десяток... Причем вязать можете именно то, что вы хотите, а не то, что вам предлагают. Да, не то, что мы вам показываем. Но если вы поймете этот принцип, то вы очень легко разберетесь с тем, как это воплотить в готовом изделии. Поэтому наш принцип обучения, он исходит от того, что мы не вяжем готовые изделия, мы изучаем маленькие элементы, которые потом формируются в готовые изделия. Ну это такой наш принцип. Он как бы ни лучше, ни хуже. Он другой. Он просто другой. Мы, когда выходили на этот рынок 4 года назад, а нашему сайту мы начали заниматься в 2012 году именно обучением вязанию, то стратегия состояла в том, чтобы найти какую-то идею, которая на рынке не была. И мы решили, что все учат вязать, кто платье, кто еще готовые изделия вяжут. Мы решили, что мы будем обучать именно вот таким интересным технологиям, которые вы можете потом применять на любых изделиях. Не только на платьях, либо не только на шапках, но и везде. Поэтому мы считаем, что наша авторская технология, она такова. Кто-то учит по-другому. Каждый выбирает своего учителя. Поэтому мы никогда не претендуем на то, что мы лучше или хуже. Мы такие, какие мы есть. А уже вы выбираете, у кого учиться. Марина Маркова говорит, много висим сегодня. Вот я не вижу, что мы висим, потому что я как бы на параллельном компьютере все проверяю. У меня интернет стационарный, не по Wi-Fi. У меня, на мой взгляд, все в порядке. То есть я вижу на втором компьютере, который у меня отдельно подключен через роутер, я вижу, что как бы я на сайте нахожусь на нашем и все вижу. То есть у меня ничего такого проблем нет. Возможно, это где-то у вас, там, где ночной интернет. Кстати, по вечерам очень много висит. Да, по ночам, там, где все начинают ходить, фильмы скачивать и прочее, там могут быть такие проблемы. Ну, девочки, вы получите все записи, не переживайте. Было бы желание связать, ну, а если, как говорится, вязать не хотите, ну, значит, смотрите, что делать. Мы делаем все, чтобы вы научились. Татьяна спрашивает, четверг будет проходить голосование по этой шапке? Нет, четверг голосование будет проходить по двум шапкам. Первая шапка – это лукошка. Это та шапка, которая связана, да, как бы ее назвали на уроке еще трусами, но трусиками, да, вот по той шапке. И это шапка, которая плавно обходит голову и без складочки, как бы у нее такая складочка щелевидная. А вторая шапка – это у нас Наталья с креативом была туго, и она назвала ее простой шапочкой. Вот. Вот, это шапочка, которую вязали в прошлый раз, и у этой шапочки у нее плавно на висках собираются цветочки. Вот, значит, по вот этим двум шапочкам будет у нас голосование. Мы специально не делали без меня, потому что я поняла, что они тогда вообще полягут тут ко судьми, поэтому мы отложили на этот четверг. Как раз время было для того, чтобы довязать всем, кто хотел, потому что шапочки и сегодня присылают, и вчера присылали, а по вот этой шапке у нас будет голосование через неделю. У вас как раз есть неделя для того, чтобы, если вы хотите принять участие, то вы можете за неделю это сделать. А призом у нас является, либо, если вы участвуете в мастер-группе, то это 700 рублей на скидка на участие в следующем курсе, то есть если вы на вводный, значит на вводный. Если вы на второй, либо на третий, либо на еще какой, вы получаете скидку на обучение. Скидкой можно воспользоваться в течение одного месяца, поэтому если вы набираете четыре скидки, то это не значит, что вы получите курс бесплатно. Воспользоваться можно одной скидкой на один курс. Вот как бы в течение месяца вы можете воспользоваться. Если вы за месяц все три курса проходите или четыре курса, пожалуйста, они могут у вас быть все со скидкой. Ну а кроме того, тот, кто вяжет с нами и в течение двух часов пришлет нам готовую шапку, он получает сразу 10 баллов к голосованию. То есть если вы, точнее, когда вы шапку эту свою выставляете на голосование, то вне зависимости от того, сколько она наберет голосов, вы получаете плюс 10 баллов, и если это будет решающим голосом, то значит вы выигрываете голосование. Почему? Потому что мы все-таки хотим, чтобы вы вязали вместе с нами. Вы видите, что приемы, которые мы вам показываем, они простые. Ничего такого сложного здесь нету. Ну, простое гоняние каретки. Никаких вот расчетов сложных. Ты закрываешь головой все? Да. Ну, я закрываю всего лишь вязание. Я закрываю голову и закрываю вязание. Поэтому ничего страшного. Поэтому вяжите с нами. Если вы начали вязать с нами, то вы вполне успеете за два часа это все закончить и прислать там. Но зато вы получите еще плюс 10 баллов. Мы очень ценим тех, кто работает. Поэтому уйдите с нами, вяжите лучше нас. И приходите на вязальные посиделки. Да, и приходите на посиделки. Мы не говорим, что обязательно покупайте наши уроки. Приходите, вяжите с нами. Смотрите, вдохновляйтесь, критикуйте. Но я еще раз повторю, что за доброжелательную критику. Я не люблю сама людей обижать. И не люблю, когда вот так вот пустякам просто от нечего делать пишут всякие гадости. Это не помогает ни вам, ни нам. И отвлекает тех, кто в чате находится. Поэтому давайте уважать друг друга. И будем дружить с семьями. Так, в общем, я соединила планочку. И теперь моя задача, быстро-быстро-быстро, пока у меня не кучилось время, сшить эту шапку. То есть я ее выворачиваю и соединяю последний шов вместе с подгибом. Потому что если бы мы не сделали сейчас подгиб, то при том, что шапка круглая, мне пришлось бы, ну, сложнее ее соединить было бы. Каждый раз, когда мы делаем шапку из большого количества частей, последнюю часть вставляете и вяжите подгиб. Так будет, ну, проще. Валентина спрашивает, моя скидка пропала? Ну, девочки, скидки не бывают бесконечными. Вы же понимаете, что это как распродажа. Есть какой-то срок пользования. Поэтому я все время говорю, что есть ограничения. Бежите, не тяните. Используйте ту возможность, которая у вас есть. Если у вас есть возможность воспользоваться скидкой, скидка достаточно большая, 700 рублей. И вы ее можете воспользоваться. Применяйте, применяйте. Это бонус, который вы заработали усердным трудом. Но если он пропадает у вас, ну, как бы, ну, значит, пропадает. Значит, вы просто еще не готовы брать от этой жизни то, что она вам дает, вот то, что вам в руки идет. Потому что мы делаем все возможное, чтобы вы учились. И в том числе устраиваем вот эти розыгрыши и даем скидки для того, чтобы, ну, как бы поощрить тех, кто действительно вкладывается. Потому что многие пишут, что они вяжут по ночам, потому что ни в днем нет возможности. Сейчас, опять же, начался учебный год. И я понимаю, что те, у кого маленькие дети, будут вместе с ним сидеть вечером делать уроки. А ночью вот можно вязать. Но кто-то ночью конспектирует, потому что машинкой нельзя тарахтеть. И я думала, что до последнего у нас тут весь день сверлили. У нас две недели тут уже, я не знаю, что тут. Может, стену ломают, может, еще чего. Я думала, будем через грохот. Ну, вот, видишь, как бы человек угомонился тоже, видимо, устал. Устал сверлить, да. Может, сломался наконец-то. Может, сломался. По ночам вот это, что же там такое-то было? Звонок это, 3 часа ночи, вдруг звонок в дверь. У меня от испуга аж перфоратор упал, да? Вот примерно из этой серии. Валентина Кашутина, можно? Для вас можно? На тот вопрос, который вы мне спросили, для вас можно? Какие-то тайны там. Да тайны, тайны. Шапка трусики сколько стоит? Шапка трусики стоит 100 рублей. С сегодняшнего дня все наши посиделки будут стоить по 300 рублей. То есть, просто там мы как бы объявили внутри видео, что она стоит 100 рублей. Но, как бы, очень много уходит времени и сил на то, чтобы вот это все подготовить. Поэтому мы решили, что, чтобы не заморачиваться, будет 300 рублей. Приходите бесплатно, смотрите, вяжите бесплатно. Если в записи, то, значит, как бы за денежку. Либо в течение недели. Вот, и пользуйтесь скидками вовремя, чтобы потом для вас не было неприятной неожиданностью, что скидка пропала. Но у меня тут две Натальи, которые за моей спиной тут чего-то такое устраивают. Чего? Такие злые, злые. Я всем готова скидки раздавать. Какие у тебя злые Натальи? Все у меня очень суровые, говорят, никого баловать не будем. Чтобы все учились и строились, и чтобы выполняли все домашние задания, никаких поблажек не будет. Поэтому, если кто-то считает, что я вот такая злая, то на самом деле я самая добрая среди всех Натальи, которые меня окружают. Какой кошмар. Мы ставим задачу, девочки, научить. И поэтому, да, и домашние задания возвращаются, и по нескольку раз перевязывают. Мастер-группа все это знает. Вот те, кто новички, уже столкнулись с этим. Потому что мы все-таки хотим вас научить. Не просто, чтобы вы посмотрели, поконспектировали, а чтобы эти знания у вас остались не просто в голове, а в руках. Потому что непровязанное, просмотренное, оно не дает никакой пользы, кроме, как говорится, денег в наш карман. Мы готовы за эти деньги отрабатывать так, чтобы вы все-таки научились. Ну и деньги всегда приятные. Поэтому, если вы не успели вовремя, ну как бы нам будет маленький бонус 300 рублей. Купим акрила побольше. Да, а у вас заказчики могут быть на такую вещь? Потому что, да, очень часто получается, что эти шапки, они необычные. И те, кто не любит одеваться стандартно, они вас очень быстренько увидят. И это очень часто оказываются первые ваши заказчики. Пусть они, может быть, недорогие, пусть они... Ну, первые заказчики, они могут быть дорогие, суперские какие-то. Потому что невозможно взять сразу и начать вязать дорого. Так, вот, вот, смотрите. Вот это вот. Вот такие вот у нас уши получились. Вот это передняя часть. Видите, вот она. Вот это задняя часть. Вот это тот шов декоративный, который мы с вами делали. Остальные швы простые, внутренние. Вот такая вот разномасица. Так, и теперь наша задача завязать уши. Смотрите. Эти уши соединяются вот здесь вот, сшиваются и ложатся сюда. И получается вот такой вот ух. Когда мы с вами наденем на шапку... Ну, все, давай, бежи, потом расскажешь. Да. Короче, вот эти вот уши, которые у нас, мы выворачиваем наизнанку и сшиваем здесь вот по краю. То есть мы его сшиваем пополам. Валентина пишет, неправда. Наталья очень добрая. Я обращалась к ней с вопросом, так она ответила. Девчонки, мы всем отвечаем. Я всегда отвечаю. Вы что? Вы что? У нас не было такого, чтобы мы не отвечали. У нас две Натальи, и они все отвечают. Если письмо попадает случайно, никто и Натальи, оно пересылается. Но мы все-таки просим, чтобы письма отправляли на адрес постсобака.избавизальная.ру. Почему? Потому что это та почта, которую мы все втроем видим, и нам не нужно ее пересылать. Когда письмо присылается не туда, куда надо, начинается бесконечная пересылка, уходит время, и по дважды, по трижды на это письмо отвечают. Поэтому пишите один раз, тот, кому вы адресовали, тот это письмо увидит. Вторую уху тоже зашиваем. Вот так вот складываем его лицом к себе и зашиваем для того, чтобы получился уголок. Вот. А то, что в нашей мастер-группе очень много вопросов, ну, как бы нормально, это нормально. Это же учебный процесс. То есть это и должно так быть. Мы никогда не считаем, что это плохо, что какие-то глупые попались или, ну, как бы... Я на самом деле приветствую даже самые дурацкие вопросы, потому что... Если он мешает человеку жить... Он мешает человеку жизни, и когда мне доверяют этот дурацкий вопрос, то человеку он мешает, нам стыдно спросить у других. Когда у нас спрашивают, этот вопрос решается, это такое облегчение у девчонок. Мне вот просто чувствую, как она пишет, боже мой, всё решилось, всё выдохнуло. Можно идти дальше. У нас в каждой группе встречаются ученики, которые поначалу очень тяжело понимают. Просто по 10 писем в день. Но набирается какой-то начальный уровень, и всё. И человек всё начинает вдруг понимать, вот вдруг озарение. А вот Светлана Шарина пишет, а меня всегда хвалят и поддерживают. Ну, Светлана, значит, есть за что. Кого надо ругают, кого надо хвалят. Так, вот у нас вот такая вот, не знаю, ассоциация с чем, с майкой, с чем ещё там будет такая ассоциация. Да, вот слушай, майка. Шапка майка. Майка-уши. Уши, господи. Так, и теперь смотрите. Беру булавочкой, закалываю середину переда. На глаз вот так вот или сложу, нашла середину, заколола, вот она. Вот моя серединка. И моя задача, вот это вот ухо, у меня как раз есть швы, соединить с этой серединой с одной стороны и соединить с другой. Естественно, это делать надо на изнанке, потому что шоу будет. Можно сшить единым швом, кстати. Вот, давай единым швом. Я и буду сшивать единым швом обязательно, потому что и так вот не так немерено мы накрутили. Вот, смотрите, складываете. Кончик. Где половина, да? Вот половину булавку уже определили. Кончик к кончику. И можно заколоть. Можно на машине, кстати, соединить. Даже как, потому что на машине? Так а я надеюсь, разную машину. А я надеюсь, разную машину, раз она тут стоит. Поэтому я вам уговорила, что можно было оставить открытые петли, и вот сейчас бы мы их надели. И было бы тогда не видно. Было бы ничего не видно, но нам просто вот не до этого уже так. У меня там было 17. Тогда бы было вообще ничего не видно, и было бы вообще все здорово. Но просто не до этого. Я просто знаю, что мы бы тогда ничего не успели. Значит, то, что мы сейчас вам показываем, вот, Наталья, там 17-15, там откуда-то берет. 17, это вот наши прямоугольники, наши 17. На самом деле вы будете вязать на свою куклу. Я думаю, что на куклу, потому что у нас в основном вяжут на куклу первых. А потом уже, как отработанная модель, на ребенка. Когда вы разберетесь, отработаете, уже будете вязать на кого? На мужа можно, опять же. Помнишь, у нас фотография была, отец семейства мерил шапку, и очень был доволен. А на самом деле не надо думать, что мужчины все такие вот. Розовые юбки, конечно, это уже совсем перебор, но в качестве юмора почему бы нет? Вот у нас, так, сейчас, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, четыре, тринадцать, шестнадцать. В качестве новогоднего какого-то... Ты правильно одеваешь уши? Ты, как бы, ничего там не перепутала? Нет, я ничего не перепутала. Все надеваю правильно. У меня, помнится, когда я еще не занималась вязанием, занималась пошивом рукавичек зимних, рукавичек меховых. Параллельно с вязанием ты занималась пошивом рукавичек. Ну ладно. Это было у нас, у нас просто был очень большой заказ. Заказ был от фирмы? Я развернула активную рекламную кампанию, и мы получили достаточно большой заказ в компании. Эта компания заказала на Новый год сюрприз сотрудникам, я вязала, ой, господи, вязала, шила им огромную партию этих рукавичек. Так вот, и мужчины, и женщины, и все носили эти рукавички, причем мужчины были рады не меньше, чем женщины, как ни странно. И, насколько я помню, мне потом рассказывают, что какие-то... Даже ходили просто чистить машину, до машины дойти, там еще что-то, там что-то меховые теплые рукавицы носили. Это очень прикольно было с когтями. С когтями, да, с подушечками, это не просто меховые рукавицы в них. Нет, мы увидели, мы на самом деле увидели эти рукавички, но мы внесли в них изменения, придумали... Причем очень сильно доработали. Придумали, как сделать, чтобы они были не жесткими, там придумали эти шелковые коготки, чтобы не царапалось, там, ну, в общем, как бы, ну, всякое. Потому что, когда смотришь чью-то работу, у тебя есть свой опыт, и ты этот опыт применяешь, эти знания применяешь. Поэтому, если у вас есть определенный опыт, то вы не будете точности повторять то, что мы вам показываем. Вам нужна идея, вам идея нужна будет, и вы вот, восприняв идею, сможете воплотить именно свое, свое что-то. Потому что то, как делают другие, это у них свой опыт, у них свое видение, свои материалы, свои размеры, там, все свое. Свои машины, в конце концов, потому что не каждая машина может воплотить чужую идею. Ну, вот пишут, что никогда вы не догадались такими ушками. Я не хочу сказать, что это наша идея, но я просто вижу, что мы, на самом деле, не претендуем, что мы изобрели эту идею. Но я не видела мастер-класса. Если вам этот мастер-класс понравится, то вы, пожалуйста, примените. Так, ушки были другие, скажем прямо. Ушки были другие, да. Вот прямо скажем, на том... Прямо скажем, что ушки были по-другому сделаны. Вообще по-другому. Вообще совсем по-другому. То есть на квадрат, мы идею, увидев такие ушки, мы адаптировали ее для квадрата. Вот, поэтому можно ли считать, что мы первоисточники? Я считаю, что можно. Но потом кто-нибудь опять скажет, что мы идею ушек откуда-нибудь позаимствовали, потому что ушки уже были до нас. До нас было все. Да, все в этом мире придумано до нас. Поэтому претендовать на то, что ты что-то изобрел, это на самом деле неправильно. Кроме наших слоганов и наших выражений, которые были... Ну, понимаешь, все слоганы тоже в каком-то виде. Человек, который занимается рекламой, он знает историю рекламы. Там такие перлы вылезают, которые сейчас, они через сто лет заново повторяются. Поэтому я бы не стала претендовать ни на какие вообще открытия. С одной стороны, да, но с другой, нет. А что с другой? А вся история идет по спирали, если мы правильно изучали ее. И на каком-то уровне она вся опять же повторяется, но только в других цветах, в других красках. Что раньше были люди богатые, они там на лошадях ездили, и эти лошади стоили целое состояние. Что сейчас на Мерседесах, на Майпахах, на чем угодно ездят, на Ягуарах, и тоже целое состояние. Если там раньше можно было корову купить, и это было кормили. Сейчас вот как бы, может быть, дача кого-то тоже кормилец, где там это благосостояние поддерживают, когда на пенсию не могут прожить. Поэтому все то же самое, но только немножко по-другому. Ну, история идет по спирали. У меня очень много знакомых, которые, ну, как бы из разряда интеллигенции. И как бы узнаешь вот такие эти интересные вещи, которые сам бы никогда бы не задумался. В особенности про всех этих компрессированных и все эти истории, которые в семьях живут, и кажется, что эта история где-то далеко, а она рядом с нами вся. Поэтому историю надо знать, и тогда не будет на того никто смеяться, не будешь попадать в глупую ситуацию. Так, ну чего? Второе ухо соединяю. И, собственно, все. А между ушами-то будем зашивать дырочку? Она зашита. Она зашита? Она должна быть зашита. То есть мы идем к финишному концу. Наша задача – соединить вот эти уши и полотно. И закрыть все. Сколько у нас там времени? Мы даже успеем ее надеть. Ну, молодец, да. Я молодец. Сказочный просто клип, как он мне нравится. Кто молодец? Я молодец. Нет, очень хорошо себе повторять, что я молодец. Да, да. Никогда не говорите себе, что вы криворучки и кривоножки, или еще что-то, да, никогда не говорите. Я молодец, все. Не надо. Даже, как там, ой, как я изящно уронила тарелку, там, ой, как хорошо разбила, да, ой, как красивые кусочки посыпались. Всегда себя надо хвалить, потому что ругать нас и так есть кому. А вот хвалить... Кому? Кому, всем. Вот если вы учитесь у Натальи Некрасовой, то она вас поругает. Пришлите ей неправильно. Ну, на самом деле я не ругаю, потому что сейчас уже не я ругаю, скажем так. Нет, ну, по сложным вопросам все равно к тебе обращаются. Нет, ну, я не занимаюсь руганием, я занимаюсь объяснением. Да, совсем другая. Не бойтесь, что вас поругают. Поругаем мы только лично. Очень многие считают, что ошибка – это что-то такое смертельное. На самом деле это опыт, и причем не обязательно что-то ругают. Если вам указали на ошибку, это не значит, что вас унизили, оскорбили. Ну, просто ошибка, ну, ошибка и ошибка. Ну, как бы, ну, чего? Показали, как исправить. Все совершили ошибки. Сначала она впадала, теперь она... Ой, откручивается. Силища-то какая. Ох. Так, ну, сейчас я уберу машину по миссии куколам. Будем мерить. Так. Сюда же дуло выворачиваем. Надеюсь, что все это правильно, а то дело такое. Вот, получается, наши уши. Нитки, естественно, не заправляю, потому что не до этого. Уши надеваем. Надеваем наши уши. И получаем ребенка с ушками. Так, сейчас я оставлю. Ну, давай, может быть, иди. Будем так показывать. Вот, значит, получился наш очередной.